Праздничная атмосфера, детские улыбки, музыка и веселье. Детский сад номер 42, который расположился на Пушкино, одно из старейших городских учреждений такого типа. В 24-м основному корпусу заведения исполнилось 106 лет. Этим летом здесь провели капремонт. Сначала поменяли нам окна, потом сделали капитальный ремонт группы номер 5. Сейчас детский сад пополнился еще одной группой и рассчитан он в настоящее время на 5 возрастных групп. В наполняемость детского сада сейчас вмещают 85 детей. Отметить знаковые события в канун дня Октябрьской революции пришли председатель Бобруйского горсполкома, горсовета депутатов, депутат национального собрания, администрация Ленинского района и управление по образованию. После краткого экскурса – интерактив с малышами. Светулы уютные, современные. Сразу после Пушкина маршрут перестраивается на Московскую. Там располагается дошкольный центр развития ребенка номер 49. Здесь тоже был капремонт. Именно поэтому на праздник собирается много людей, в том числе благодарные родители. Хочется, чтобы наши дети находились в красивых, удобных, теплых помещениях. Поэтому спасибо огромное Игорю Николаевичу за то, что он проявляет такое сердечное участие в жизни нашего города. Все получилось довольно красиво, уютно, удобно. И главное для нас, родителей и наших детей. В дошкольном центре капитальный ремонт затронул не только само здание, но и прилегающую территорию. Асфальтированные дорожки, оборудование площадок под все развлечения детишек тоже не осталось без внимания. Внутри качественная работа по отделке, сносу перегородок, замене окон и дверей, сантехоборудование, электросети. Социальным объектам в нашей стране уделяется повышенное внимание. Хотелось бы отметить, что на этом объекте было работать в два раза приятнее, так как этот объект очень социально значимый. Все прекрасно понимали, что это для нашего будущего. Поэтому очень сильно старались, я думаю, не подвели, и было очень приятно. Теперь в обновленной обстановке центра смогут обучаться 10 групп общей численностью 130 воспитанников. В этом году работы по благоустройству дошкольных учреждений велись в каждом районе. За счет бюджетных средств во всех садах заменены окна, окрашены фасады. Конечно, это важные объекты для города, и я, как и говорил, что мы открываем именно для детей. Мы же видим, как сегодняшний день, как дети радостны, в каких они условиях на сегодняшний день находятся. И, конечно, это политика государства, чтобы наши дети были всегда счастливыми. Открытие подобных объектов в преддверии такого знакового государственного праздника – не редкость. Так, в прошлом году на Бульваре Молодежном появилась новая детская спортивная площадка. Все лучшее детям. Роман Костюков, Максим Калинин, Бобруйск, 360.